Доброе утро, СтопГейм! Вы смотрите Инфакт. Как-то вот не задалось у Rockstar с продажами GTA The Trilogy. Интересно, почему? Чтобы подстегнуть игроков к покупке, компания решила запустить особую акцию. Купи GTA Trilogy и получи в подарок ещё одну игру на выбор. Ну, конечно, из тех, что разработала сама Rockstar. Если вы уже приобрели Definitive Edition или сделаете это до 8 утра 6 января, то сможете забесплатно цепануть премиум издания GTA 5, полное издание GTA 4, Max Payne 3, LA Noire или Bully Scholarship Edition. А если вас ничего из перечисленного не интересует или и так уже всё есть, вместо игры вы можете получить платёжную карту Белая Акула для GTA Online, либо же 55 золотых слитков в Red Dead Online. Сама обновлённая трилогия сейчас продаётся со скидкой в 20% в честь новогодней распродажи. Напомню, что при покупке GTA The Trilogy до 1 июля 2022-го вы также получите и оригинальную трилогию в Rockstar Games Launcher. Вслед за всеми свою премию «Лучшая игра 2021» объявил и блог PlayStation, причём голосовали сами пользователи. И вот недавно организаторы огласили список победителей. Лучшей игрой для PS4 стала Resident Evil Village, а для PS5 – Ratchet & Clank Rift Apart, которая также взяла золото в категориях «Лучшее использование DualSense», «Лучшая демонстрация графических возможностей» и «Лучшее художественное оформление». Звание лучшей независимой игры получила Кена Bridge of Spirits. В категории PSVR победила Hitman 3, а лучшим персонажем объявили Леди Димитреску. Полный список номинаций и номинантов смотрите в новости по ссылке. Сетевых шутеров много, но что если бы среди них был такой, в котором карты подвергались бы тотальной разрушаемости всего и вся? Block and Load 2 как раз позволит утолить жажду вашего внутреннего аннигилятора. Вас ждут яростные бои 5 на 5 на 16 различных картах, от ночных локаций до утопающего в зелени храма. Четыре режима, среди которых старая добрая мясорубка с захватом контрольных точек и ассиметричный формат с битвой за инопланетный артефакт, где одна команда защищает объект, а другая всеми силами старается его уничтожить. Звучит знакомо? Прибавьте сюда возможность строить и разбирать по кирпичикам целые зоны, и вы получите совершенно новый опыт сетевых баталий. Сэндбоксовый элемент дает широкий простор для вашей фантазии в достижении целей, так что каждая партия становится уникальной. На данный момент в игре уже доступно 15 персонажей со своими характеристиками, скиллами и пушками, а в будущем героев станет еще больше. Открытое тестирование запланировано на лето 2022-го, однако уже сейчас можно пощупать альфу, подав заявку или приобретя набор раннего доступа. Переходите по ссылке в описании и врывайтесь в безбашенный мир Блокенло 2. Скандалы скандалами, а Диабло 4 тоже разрабатывать надо. Близзард поделилась свежим квартальным отчетом о четвертой главе своей дьявольской саги. Помимо традиционного древа прокачки, в игре будет и таблица совершенствования. Она представляет собой поле с ячейками, каждая из которых открывается путем траты очков совершенствования, а те, в свою очередь, выдаются за определенное количество опыта. Ячейки делятся на обычные, магические, редкие, легендарные и гнездовые. Большинство из них предлагают заранее подготовленные улучшения разной степени мощности и редкости. Гнездовые не имеют таких бонусов, но вместо этого в них есть, собственно, гнезда под глифы. Улучшенные глифы имеют увеличенный радиус эффекта и могут обмениваться энергией с соседними активными ячейками. По краям поля прокачки расположены особые клетки, к которым можно прикреплять новые таблицы совершенствования. Вообще, эти таблицы не единственный способ развития героя в эндгейме, а о других вариантах станет известно позже. В Diablo 4 также появятся особые свойства предметов, которые повышают уровень скиллов. Если у предмета есть еще не открытые игроком умения, его все равно можно будет использовать. Одно и то же легендарное свойство теперь появляется на предметах разных типов, так что охотиться строго за одним больше не нужно, а специальный NPC сможет извлекать свойства и оставлять их как вещи в инвентаре героя, после чего свойства можно применять на другой легендарный предмет. Помимо всего этого, разработчики выкатили целую пачку видосов с демонстрацией визуальных эффектов. Посмотреть их вы можете, перейдя по ссылке в описании. Александр Никитин, соучредитель и директор по маркетингу российской студии разработчиков GFA Games, поделился свежими подробностями об MMO-шутере Pioneer. В данный момент игрой занимаются 20 человек, а сама разработка уже наполовину завершена. Благодаря денежкам китайской компании Tencent игра станет масштабнее, проработаннее, и авторы даже начали планировать DLC, а также внедрение DLSS и трассировки лучей. Площадь игрового мира составит 50 квадратных километров, не считая слоя подземелий. Большую часть территории будут занимать леса и равнины. От ролевых игр Pioneer взяла ранги экипировки, редкость предметов, эффекты статуса, урон, дальность и точность оружия, модификаторы критической атаки и вес снаряжения. Персонажу необходимо будет есть и отдыхать, дабы не откинуться раньше положенного. Вместо привычной прокачки в игре будет реалистичная модель прогресса, основывающаяся на экипировке и уровне влияния фракций. От последних, кстати, зависят и квесты, и сама концовка, а ещё новые уровни влияния фракций будут позволять получать особую экипировку и общаться с элитными торговцами. Помимо стычек с рядовыми противниками, сражаться предстоит также и с боссами, но здесь без группы соратников не справиться. Также для любителей PvP разработчики приготовили особые участки на карте, где никакие правила не работают. Игроки смогут объединяться в кланы и даже захватывать территории. Pioneer будет платный, но предложит месячный пробный период. Релиз игры запланирован на ПК в 2022-м. По сообщениям новостного портала Axios, Ubisoft в данный момент переживает сильный отток разработчиков. Сами сотрудники называют это явление великим исходом и перерезанной артерией. Из компании ушли 5 из 25 самых ценных разработчиков 6-й Far Cry и 12 из 50 ключевых девелоперов Assassin's Creed Valhalla. Недавно уволился и ещё один, но руководству, видимо, удалось уговорить его остаться, так что он спустя короткое время вернулся. За последние полгода канадское отделение юбиков покинуло 6 десятков человек средней и низкой значимости. По словам опрошенных Axios Person, увольнения уже сказались на темпах разработки новых проектов. Кто-то уходит из-за низкой зарплаты, кто-то из-за скандалов, а кого-то переманивают к себе конкуренты. Чтобы как-то остановить утечку кадров в канадских офисах, руководство решило увеличить там зарплату. Но из-за этого тут же принялись ворчать все остальные, мол, этим повысили, а нам когда? Официальный представитель Ubisoft подтвердил, что утечка есть, но она держится в пределах нормы, просто чуть выше обычного. А вот студию Relic Entertainment покинуло не так много людей, но зато каких. Проработав почти 24 года, коллектив покинул ветеран Куин Даффи. Он присоединился к команде ещё в 1998-м, как рядовой дизайнер, а дизайн-директором стал только в 2010-м. Он приложил руку не только к РТС вроде Homeworld, Impossible Creatures и Company of Heroes, но и к экшену Warhammer 40 000 Space Marine. Почему Даффи покинул Relic и чем будет заниматься в дальнейшем, неизвестно. Появилась приблизительная дата релиза пиксельного ремастера Final Fantasy VI. Переиздание выйдет на ПК, iOS и Android в феврале 2022-го. Это будет последнее дополнение коллекции Final Fantasy Pixel Remaster. Разработчики говорят, что им нужно ещё немного времени, чтобы завершить создание самой лучшей игры. Во всей линейке пиксельных ремастеров были улучшены графика и звук, обновлён интерфейс, а также в них появился перевод на русский язык. В качестве бонуса за предзаказ Square Enix предлагает саундтрек, включая таймлапс-ремиксы, и обои для рабочего стола на тему первых шести финалок. Ещё не забыли игру Chernobylite? Тут для неё выпустили апдейт Город-Призрак, правда только в Steam, который пополняет игровой мир локацией Припять. На новой карте можно прогуляться по жилым районам города. По словам разработчиков, она представляет собой 3D-скан реальных построек. Истинные ценители заброшек смогут посетить и такие культовые места, как бассейн Лазурный. Также обновление принесло с собой 3 сайт-квеста и 3 охоты на монстров. А кроме того, ряд улучшений, включая исправление ошибок и отрегулированное освещение. В будущем для игры планируется ещё 4 бесплатных DLC, с новыми сюжетными и побочными заданиями, свежими локациями, оружием и косметическими финтифлюшками. Первое дополнение подоспеет уже в первом квартале 2022-го. Не могу не посочувствовать всем, кто ждёт ветра зимы от Мартина и негодует. Сам никак не дождусь, даже сериал досматривать не стал. Надеюсь, старые и новые боги уберегут деда, чтобы он успел довести эту историю до конца. На сайте StopGame.ru вас ожидает ещё больше новостей, а также текст в обзор приключенческого экшена The Gang от Алексея Лихачёва и свежий ролик от Эльмана Гусейнова, посвящённый пасхалкам в лучших играх 2021-го. Всем отличного настроения и хорошего дня!